Усадьба Гребнева оживает. Чуть больше года назад памятник архитектуры приобрел с твердым намерением восстановить меценат и бизнесмен Андрей Ковалев. С тех пор он регулярно проводит здесь общественно значимые мероприятия, которые собирают все больше и больше гостей. То, что было в усадьбе в субботу, можно назвать событием российского масштаба, поскольку участники приехали из разных уголков страны. Итак, дорогие друзья, бизнес-пикник в усадьбе Гребнева объявляется открытым! Более тысячи человек собрал первый бизнес-пикник «Усадьба Гребнева». Все они воспользовались возможностью послушать спикеров, умных и успешных в бизнесе людей, познакомиться с продукцией компаний, которые представили здесь свои стенды, или просто провести выходной день на свежем воздухе. В качестве спикеров в Гребневу приехали известные юристы, адвокаты, финансисты, профи в области туристического, гостиничного, ресторанного бизнеса и других его направлений. Можно было послушать лекцию и лично в непринужденной обстановке задать вопросы. Когда я возглавил ТБ Лизинг, я в жизни не сделал до этого ни одной лизинговой сделки. И у меня было представление, что лизинг – это что-то очень такое простое, такое плейн-ванила, какой-то инструмент. Оказалось, что это на самом деле очень-очень сложный инструмент. Андрей Ковалев – это прекрасный, успешный бизнесмен. И он сказал, что он делает это мероприятие для молодых людей, которые занимаются или хотят заниматься бизнесом. Для меня это благое дело, поэтому я сразу согласился принять к нему участию. И у людей есть блеск в глазах, я вижу, что им интересно. Стаж в бизнесе самого Андрея Ковалева, по его признанию, составляет более 40 лет. И этот первый деловой пикник в усадьбе он стремился сделать не показательно развлекательным, а действительно полезным. Я отбирал спикеров, которые пугают людей, которые говорят, не занимайтесь бизнесом, это страшно, это опасно. Потому что предприниматель, который хочет заниматься бизнесом, должен понимать, что его ждет впереди, что нету там сладкой манны. Это непросто. И когда ты понял, что это непросто, и у тебя все будет получаться, будет супер. Покупка усадьбы Гребнева – это тоже не что иное, как один из бизнес-проектов Андрея Ковалева. Подобный социально ориентированный и ответственный бизнес мы на территории только приветствуем, констатировал в своем выступлении заместитель главы администрации городского округа Щелкова Юрий Родионов. На территории городского округа Щелкова, для информации, существует четыре технопарка, индустриальных парка, которые развиваются на территории городского округа Щелкова. И, конечно же, мы очень рады будем видеть бизнес-сообщество на инвестиционных часах, которые мы проводим в администрации городского округа Щелкова. Нам интересно это. Мы хотим развивать свою территорию динамично, целеустремленно. В рамках бизнес-пикника компании могли совершенно бесплатно прорекламировать себя, поставив свой баннер. Работали тематические площадки, посвященные строительству и недвижимости, туризму и гостеприимству, маркетингу и рекламе, франчайзингу или, вот, например, бизнесу в сфере общественного питания. Мы, в общем-то, изначально надеялись на то, когда усадьбу Гребнева Андрей Ковалев купил, что, в общем-то, он будет местным такого протяжения не только местных жителей, но и наших всех друзей, гостей и соседних муниципалитетов. Ну, а сегодня здесь такое бизнес-мероприятие, вот, на мой взгляд, очень масштабные, колоссальные такие значимые гости. И мы, на самом деле, очень рады, потому что это для нас еще шанс, как для муниципалитетов, да, привлечь сюда дополнительные инвестиции, привлечь сюда бизнесменов, их интерес. Мы видим географию тех, кто сюда приехал, очень много из других регионов, из других государств, да, это подчеркивает то, что это интересно этим людям, это полезно этим людям. И, конечно, особая гордость, что это проходит на территории городского Кругощелково в уникальной усадьбе Гребнева. В этот день Андрей Ковалев вместе с гостями открыл на территории усадьбы Гребнева музей ее истории. Пусть пока временной, но уже весьма интересной. Вот здесь это, я собрал все проекты реставрации от 1953 года до 1993 года, они у нас есть. И вот здесь они уже представлены. Вот здесь все владельцы усадьбы Гребнева. Этим летом в усадьбе Гребнева запланировано еще несколько больших мероприятий, в том числе знаменитый фестиваль «Душоновские маневры» в конце августа. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.